Вера вечна, Вера славна, Наша вера православна. К 2025 году у россиян могут появиться генетические паспорта. Как пишет РБК, указ подписал Владимир Путин. Насколько подробным будет паспорт, не уточняется, но эксперты выделяют два вида. Судебно-медицинский паспорт – это набор генетических маркеров, которые позволяют установить личность человека. Их создают для людей опасных профессий и преступников для опознания. Стоит это порядка 5000 рублей. Ну а паспорт, в котором содержатся подробные сведения о здоровье человека, стоит дороже – порядка 20000 рублей. Такая генетическая карта здоровья россиян поможет эффективнее предупреждать и лечить болезни. Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов. К 2025 году у россиян могут появиться генетические паспорта. Это должно помочь защитить их от биологических и химических угроз, следует из основ государственной политики в области биологической безопасности, одобренной президентом. Владимир Путин одобрил генетическую паспортизацию. О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе. Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности до 2025 года. Владимир Путин подписал его в марте 2019 года. Вот здесь говорили о биологии, о медицине. Девушка из Индии, да, она занимается конкретной работой, она в скорой помощи работает. Но здесь говорили и о биологии. Вот многие здесь специализируются на этом и знают, что это такое. Многие увлекаются другими вещами и пока не очень погружены. Я бы только замечу несколько вещей. Вот генная инженерия, которая, безусловно, даст нам потрясающие возможности в области фармакологии, новых лекарств, изменение человеческого кода, если человек страдает генетическими заболеваниями. Замечательно! Ведь это так хорошо. Но есть и другая составляющая этого процесса. Что это значит? Это значит, что человек приобретает возможность влезать в генетический код, созданный или природой, или люди с религиозными взглядами говорят Господом Богом. Последствия практически какие из этого могут наступить? Это значит, что уже можно это представить, даже не очень теоретически, а уже можно практически представить, что человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный, человек, который может воевать без страха и без чувства сострадания и сожаления и без боли. То есть, вы понимаете, человечество может вступить и, скорее всего, вступит в ближайшее время в очень сложный и очень ответственный период своего развития и существования. И вот то, о чём я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы. Когда мы что-то делаем, и чем бы мы ни занимались, хочу повторить эту мысль ещё раз, мы никогда не должны забывать про нравственные, этические основы нашего дела. Всё, что мы делаем, должно идти на пользу людям, укреплять человека, а не разрушать. Успех генетических исследований во многом определяют цифровые технологии. Доступ к массивам данных. Чем больше их объём, тем достовернее, надёжнее результат. Это понятно. Как и в сфере научного приборостроения, в этих вопросах мы также должны обеспечить свой суверенитет. Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике, предлагаю создать национальную базу генетической информации. Вот руководитель Курчатника говорил об этом. Речь о том, чтобы на основе единых стандартов обеспечить защиту данных, их хранение и передачу, разработку программных средств поиска, анализа и моделирования информации. Я прошу правительства организовать финансирование этого проекта, и придётся сделать это за счёт средств федерального бюджета. Обращаю также особое внимание, необходимо надёжно защитить персональные данные граждан, другую, чувствительную информацию. Спасибо. 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 Спасибо.